друзья мы открываем наши экспертные беседы на сегодня первый эксперт компании dream travel сегодня наталья антоненко и мы будем говорить про бразилию здравствуйте да здравствуйте ну бразилия это ну не могу сказать что впервые у нас этой темы на канале мы под него говорили о бразилии но сегодня мы будем говорить с точки зрения экскурсионной программы почему не должны выбрать бразилию ну потому что это интересно она очень разнообразно то есть это не только рио-де-жанейро да то есть это не только праздник не только карнавал но также это еще и водопады и глазу это более более 290 водопадов которые сливаются в одну это амазония где очень много интересного то есть мою и поохотиться на пиране и поплавать с розовыми дельфинами и полазить по джунглям это пантанал который вот пресноводный рай это где тоже водится множество крокодилов это было снежные пляжи сальвадора то есть разнообразные интересные сама по себе но начнем наверное с основного все таки первое чем у нас остается бразилия то рио это карнавал это пляжи не знаю кашаса все-таки наше путешествие начинается с рио-де-жанейро но сам перелет воздухе где-то примерно один из с половиной часов летим мы либо же через париж ну как правило потому что это довольно таки самые удобные стыковки по нему то есть в рио-де-жанейро как правило мы предлагаем три-четыре дня для того чтобы ознакомиться с городом то есть посмотреть саму саму обзорную экскурсию дальше посмотреть пляж капакаваны как правило все отели мы предлагаем на самом пляже либо же набережной далее мы смотрим каркова да и сахарную голову сюда поднимаемся к статуи иисуса христа то есть она одна из самых больших вот мы в прошлый раз по португалии говорили там есть татуя иисуса христа которая находится в лиссабоне также есть самая маленькая копия которая находится на модели вот безумно интересно красиво то есть можно загадать кучу желаний как говорят бразильцы то все сбывается также есть очень интересный сам по себе парк когда поднимаешься на сахарную голову то есть 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 что посмотреть ну и конечно карнавал карнавал вот этим славится насколько ну вот нужно заранее забронируется путешествие чтобы попасть и здесь так спланирует что эти четыре дня рио в рио и мы попадаем на карнавал ну как правило карнавал начинается за 40 дней до пасхи вот в принципе уже сейчас готовые программы то есть можно уже смотреть на нашем сайте можно будет бронировать уже сейчас предлагаю бронировать заранее только из-за того что можно сейчас купить по вменяемым деньгам авиаперелеты рио-де-жанейро как правило у нас программы которые рассчитаны на 10-12 дней потому что ну скажем так мы в рио-де-жанейро смотрим карнавал и дальше как я вам и говорила что нужно улетать и смотреть смотреть водопады голосов но это немножко дальше расскажу да то есть ну и в принципе скажем так и продолжить свой отдых на побережье многие говорят за рио все-таки три-четыре дня карнавал это огромный праздник вот мы посещаем топовые достопримечательности но очень много отзывов по поводу безопасности вообще в рио-де-жанейро какие возможно вы рекомендуете правила поведения как лучше себя вести не вести я уже кстати можно показать мой компьютер что я зашла и нашла вот тур который тур в бразилию рио-де-жанейро плюс водопады голосу и плюс райское побережье эталон до после проверить да 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 вот безопасность вернемся к этому вопросу ну довольно таки безопасным в туристических зонах потому что очень много полиции наши туры посчитаны и мы предлагаем только с лицензированными гидами которые подскажут куда стоит идти куда не стоит дать и то есть ну скажем так по крайней мере никаких неприятностей с нашими туристами не происходило вот довольно таки безопасно если ты гуляешь на по туристической зоне где очень много полиции двигаемся дальше мы поговорили про льо-де-жанейро что там безопасно но вот первый второй третий четвертый день кстати тур 39 дней 8 ночей экскурсионный групповой тур следующий у нас переезд четвертый день трансфер и перелет возле голосу что у нас там фоссы голосу это более 290 водопадов он находится как раз на границе между бразилии и аргентиной если мы прилетаем на бразильскую часть то мы находимся на над водопадами то есть мы смотрим вверху гуляем по глотке дьявола то есть смотрим как водопады спускаются сверху вниз на следующий день мы идем уже с другой части мы спускаемся нас на сторону аргентинской страны водопадов то есть и дальше мы уже смотрим с снизу вверх то есть все вот эту вот красоту также можно будет покататься на лодочках то есть под водопадами это называется макука сафари также можно будет посмотреть парк птиц где разновидности как аду и тому подобное очень много разных животных можно посмотреть ну и соответственно насладиться красотами что многие говорят что это даже интереснее жили ниогорский водопад туда но мы там не один день на этих вот два-три дня для того чтобы можно было посмотреть на что мы предлагаем отели как и со стороны бразильской да то есть там только там и дальше пойдут это вот бабу термос очень хорошая сама по себе пятерка она расположена недалеко от парка вот и там есть еще вилла катаратес это вот единственный отель который находится на самом тире на самой территории парка со стороны с бразильской стороны то есть ну скажем так это не настолько дорого но это но это стоит посмотреть вот как правило вот если говорить о голосу на 4 дня где-то примерно 600 долларов на человек это уже включая перелет то есть почему мы комбинируем потому что мы скажем так не только экскурсион когда то что в рио-де-женера ну вот и хочется еще посмотреть природа ну вот мы вот уже заговорили за отель вы сказали 524 звезды скажите насколько вообще принципиально звездность отеля в бразилии насколько вот общая разница есть между три четыре и пять ну тройки как правило это ну скажем такой средний в принципе это европейские отели нельзя сказать что там он совсем все греча грустно вот принципе соответствует своей звездности как правило все отели которые вот представлены это все от я вижу широтон там больше рада американта парк у нас со стороны тоже бразильской стороны водопада то есть принципе довольно таки хорошая хорошая пятерка по поводу везде я смотрю по маршруту тура у нас давайте мы закончим маршрута потом придем стихи нечисто есть еще нас пару отелей там или нет а вот мы двигаемся дальше дальше мы двигаемся в манаус это джунгли вот джунгли амазонии так детстве встречаются две реки то есть там нужно как раз посмотреть рио негро которая встречается с рекой с рекой амазонии это тоже вот как природные явления то то есть здесь мы живем в эко парк и женах и хотела сказать у нас нет один из самых лучших в принципе проверенных вариантов это амазон экопарк то есть здесь идет питание завтрак обед ужин живем в таких как небольших хижинках и здесь уже ну вот вы его кстати можете увидеть здесь расписана уже экскурсионная программа непосредственно вот в самом парке потому что один день это идет охота на пираньи потом их вместе готовят другой день плавать с розовыми дельфинами если это скажем так очень сильно захочется вот то есть принципе как бы два таких вот на знаменитых это амазон экопарк и джангл по вас ну то есть вот этих два вот как мы правило предлагаем то есть честно вот этот не знаю еще домик на деревья домик на дереве мечта каждого пожить в тубке на дереве ну да прививок никаких абсолютно делать не надо да то есть нет каких-то вот таких вот особых требований ну и соответственно тоже мы предлагаем круизы по реке амазонии то есть здесь вот уже мы можем выбирать с туристами то есть согласно пожеланиям то есть любой каприз либо же мы катаемся пять дней смотрим останавливаемся в интересных местах либо же мы допустим вот живем в джунглях и лазим поляна охотимся на пирамиды тому подобное относительно бузиуса вот то что мы говорили да то есть вот заканчиваем программу допустим отдыхом на побережье бузиус находится недалеко от рио-де-жанейро это где-то в порядках ста километров это довольно такие очень оживленное место где куча дискотек где скажем так жизнь бьет ключом здесь очень красиво сами по себе бухты вот ну в принципе все это здесь уже отдых на море это отдых на море то есть для того чтобы уже как после того как мы посмотрели рио-де-жанейро посмотрели голосов все хочется уже отдохнуть где-то на побережье поплавать в океане тогда вот это это уже тогда выбираем бузиус вот и там тоже довольно таки представлено достаточное количество отелей на любой вкус и кошелек то есть вот если мы говорим о паузадах паузады это сетка который вот не не только в бразилии но и в португалии это бывшие резиденции это бывшие дома этом бывшие дворцы которые просто переделали при гостиницами до достали отелями тоже вот не очень хорошая хорошая четверка это как асбранш из бутика то есть вот она находится на побережье то есть если мы говорим об узиусе практически все отели на первой линии можно так назвать да да но они как правило все на горе вот ну как видите довольно таки не неплохие четверки белоснежные пляжи то есть но вот довольно таки интересно чему бы есть еще один такой вот тоже очень классный курорт это ангра душ рейш вот он свалится тем что там 8 красивых бухты и против него более там 200 или 300 островов честно не скажу то есть это вот зеленый рай сами жители рио когда очень устают от жизни то есть они уезжают в ангра да да в ангра душ рейш для того чтобы воссоединиться с природой все-таки скажем так отдохнуть это более спокойный отдых если мы говорили что бузя скотчу дискотек и тому подобное то здесь вот это вот тут реально спокойный тихий размеренный отдых это для тех кто очень сильно оста вот тоже представлены довольно таки большое количество отелей то есть можно остановиться и знаменитых сетках это вилла галя я тут вижу что даже может быть и питание все включено уже в этом случае да может 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 то здесь мы уже тоже выбираем как бы отели и согласно пожеланиям туристам но и все-таки зависимости от кошелька окей мы посмотрим дальше гостиницы плюс мы уже проговорили о том что не принципиально звездных с отелями на 4 5 свисты нет абсолютно следующий отель они это следующая же регион это это следующий регион это пантанал и банито банито это столица то есть это уже идет пресноводный рай бразилии дата здесь водятся всевозможные виды крокодилов страшно вы знаете не страшно не знаю туристы вернулись жилки никто никого не сидит вот здесь вот уже больше идет вот такой вот пресноводный рай тоже очень зеленый это тоже одна из разновидностей ну скажем так отдыха отдыха да то здесь мы тоже живем в таких вот как парках да то есть это может быть на фазенте то есть есть небольшие такие вот домики где здесь тоже идет питание завтрак обед ужин и также здесь программа расписана 3-4 дня то есть здесь вот уже один день они кататься на лошадях другой день они едут смотреть разновидности крокодилов кормят потом идут на рыбалку то есть здесь тоже полностью все расписано здесь тоже мы предлагаем не только пятерки но и четверки то есть в принципе по большому счету это не имеет значения потому что большую часть люди будут все равно находиться за привязать пределами отеля нежели на территории но я так понимаю что 9 дней нам абсолютно будет мало сколько вы рекомендуете ну как минимум дней 12 вот ну что вот сейчас следующий регион регион это сальвадора это то что от белоснежные пляжи это колониальная часть бразилии где вот реально белоснежные пляжи сальвадор он охраняется юнеско то есть сальвадоре мы тоже останавливаемся буквально на один день для того чтобы посмотреть город и и буквально по 70 километрах мы уезжаем сальвадора и останавливаемся на белоснежных пляжах это коста до саупа это небольшой такой курортный городочек где скажем так представлены около десяти пятисвязочных отелей и там совсем чуть-чуть четверок то есть вот это вот когда мне спрашивают где же все-таки лучше отдохнуть именно на море на море да то есть мы больше всего конечно советуем сальвадора также мы останавливаемся там думаю все четырех тоже пятизвездочные отели все ты а вот тоже двигается что-то исторический центр вон вот то что это я говорила что вот он он охраняется юнеско вот здесь вот мы на вот на один день мы останавливаемся почему только на один день ну потому что принципе больше ну скажем так посмотреть красоты дальше мы мы же все-таки его рекомендуем как пляжный отдых да то есть для того чтобы все-таки отдохнуть после экскурсионного тура ну конечно такая насыщенная программа да очень насыщенная то есть ну скажем и оставить меньше но то тоже как-то знаете уже прилетели да уже прилетели потому что довольно таки длительный перелет и соответственно уже хочется насладиться всеми красотами вот бразилии но двигай говорится бразилии вообще вот это и экскурсионный ум отдых отдых на море для кого такой вот частично экстремальная частично релаксирующего путешествия для какого для всех абсолютно то есть даже вот если мы еще не объездили там 30 стран то можно выбрать но почему бы нет потому что ну скажем так мы мы же будем любом ну вот относительно тура да как правило мы составляем индивидуальную программу нас есть и и групповые да то есть представлены у нас там даже есть один из экскурсионных туров который довольно таки бюджетный где-то в районе 900 долларов стоит это вот идет целая неделя в рио-де-жанейро плюс внутренние перелеты то есть здесь вот она вот не настолько насыщена как правило я всегда узнаю все пожелания туристов для того чтобы это можно было сказать ну скомбинировать потому что кто-то говорит вы знаете я вот хочу побыть в рио-де-жанейро потом перелетим в огласу вы знаете не хочу при отдых да то есть все давайте улетим в аргентину да пожалуйста конечно то есть ну так как человек летит довольно таки долго уже прилетел в латинскую америку конечно мы уже дальше составляем маршрут маршруты и уже согласно всем пожеланиям то есть относительно бюджетности мы тоже спрашиваем да потому что иногда мы там где-то присоединяем к групповым экскурсиям где-то мы делаем индивидуально вот ну то есть все зависит от того насколько человек готов потратиться вот видим такой пляж роскошные где это это вот то что я говорила 70 километрах от сальвадора вот это вот коста десаупы но вот все таки что вот еще можно добавить про бразилию что обязательно там нужно скушать что нужно привести с собой из рио и из разных регионов здесь уже наверно от состояния маст хэв какой-то ну да скорее всего ну ты человек который ну знаете как всегда сувениры нужно покупать душу да вот то что вот зацепило вот ну да в рио-де-жанейро как правило с рио-де-жанейро как правило привозят какие-нибудь там допустим кошелечки ручной работы да то есть какие-то статуэтки тоже статуи иисуса христа попробовать национальная кухня на довольно такие простая поэтому любом случае каждый человек найдет то что чтобы покушать да вот еще двигаемся дальше вообще необычная часть красиво это вот находится нет недалеко от сан паула это тоже очень интересно само по себе место потому что есть еще один из ну как бы как два основных города бразилии это сан паула и рио-де-жанейро но сан паула это больше производственный город где очень много заводов где очень много банков торговых центров то есть вот такого скажем так не настолько экскурсионным вот как мы предлагаем допустим управиться ниша посмотреть интересные места вот уже стоя части следующий регион это алинда да да алинда тоже довольно таки интересно сама по себе то есть вот идет как колониальная дача есть абсолютно вот другая изнанка вот бразилии то есть можно после посмотреть и и старинные построение дату сер и это плюс и красивая природа то есть это это же современные его да то есть это на абсолютно вот разнообразно так двигаемся дальше что еще мы должны увидеть за 12 дней в 15 регионов ну это знаете как говорится прилетели посмотрели все ли самолеты полетели дальше то если мы говорим о 15-дневной программе ну то есть это может быть утомительно поэтому все таки делать размере надо поэтому когда спрашивают мы хотим полететь увидеть четыре страны за две недели то есть игру вы будете воздухе находиться гораздо больше нежели на земле поэтому давайте немножко там убирать то есть какое можно вот соединить две страны да то есть аргентина плюс бразилия можно соединить допустим бразилия плюс чили это снова вот уже на усмотрение туристов а это красивое побережье с красивым с красивую с красивой водой да то есть этим есть где отдохнуть то есть это не только джунгли но это еще и плюс красивые пляжи также еще один у нас регион есть она не это тоже вот в той же части то есть это тоже вот это такой белоснежные пляжи у чем-то очень даже похоже знаете может быть на какие-то из экзотических островов как барбада сантигу той части то есть тоже белоснежные пляжи лазурная вода куча пальм то есть тоже то все все есть для релакса двигаемся по поводу отелей тоже пятизвездочный четырехзвездочный отель то есть разный абсолютно отель и вот можно и в вен-отель отель остановиться то есть то что первая береговая линия белоснежный пляж то здесь тоже идет питание как и завтрак ужин так и завтрак и завтрак обед должен то есть тоже тоже на усмотрение туристов как они захотят то есть довольно-таки очень хорошие сами по себе отели на побережье они еще не настолько это уже пошли другие другие регионы вот то есть ну давайте их тоже рассмотрим потому что выбор того куда можно поехать абсолютно огромной выбираете несколько мест для пляжного отдыха для экскурсионной программы вы знаете для пляжного все-таки мы остановимся на одном из побережья потому что все-таки бразилия настолько большая то что в любом случае это идут еще плюс внутренние перелеты которые тоже занимает время есть занимает силы да то есть и опять-таки это может привести к удорожанию тура о том чего вот абсолютно не хотим знаете как этот у меня есть там бюджет допустим 4000 долларов да но это нормальный бюджет это вполне нормальный бюджет на 12-дневную программу абсолютно ну вот будем отталкиваться от этой суммы 4000 долларов это перелет проживание ну и возьмем базовое питание завтраки да 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 сколько насколько в образе ли а дорогая страна сколько нам нужно взять еще среднем обед и ужин где-то вот примерно около 30 долларов на человека то есть ну либо же можно будет допустим не не в хорошем ресторане да то есть допустим в какие-нибудь из кафешек это где-то примерно 15-20 долларов но это не дешевая страна да то есть они довольно таки дорого среди всей латинской америки наверно от в угасу более такие вот приемлемые цены и относительное питание да то серьезно все таки туристический город туристический город и соответственно там довольно таки дорого вот нам проговорили мы о том что 14 дней 12-15 дней это идеальная программа для того чтобы посетить посмотреть бразилию о том что принципе звездность отеля не при этом не принципиально можно жить на четырех и в пяти звездочных отелях есть питание завтраке есть питание завтрак обед ужин есть также все включено там когда вы на побережье да да потому что так все таки не хотелось бы людей привязывать к отеле потому что и большинство из наших людей которые вот у меня по системе все включено буду сидеть в отеле ну а как же ну да да давайте поедем туда ну зачем у меня же все включено поэтому как жалко да да вы знаете вот есть вот просто пока ну бывает такое что вот допустим жена да вот любит путешествовать смотреть все и нужно показать супруга это я устал я хочу отдыхать отдыхать да вот тогда вы для них это идеально тогда для него это идет все включено а уже допустим для второй половинки мы уже делаем допустим тот тур который ей подойдет и понравится но в бразилии разнообразно столько всего там интересного пляжного отдых экскурсионные экстремальные тут и крокодила тут все 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 и рафтинге и можно и дайвинге все в принципе абсолютно скажем так от пожелания да то есть но каких-то вот ну это есть какие-то основные программы но как правило честно скажу что ни разу никакими ни разу не было про я живут именно такого продуманного маршрута который вот составлен ну нет да да есть и наш партнер любимый делает допустим групповые туры которые в определенные даты то есть они формируются вы знаете за столько лет работы ни разу никто его не купил потому что как правило если человек уже настроен лететь так далеко то есть тогда мы уже подбираем тот тот вариант маршрута который ему будет нужно потому что изначально мы согласуем абсолютно все детали я составляю программу я ее показываю уже после этого мы подбираем перелет потому что ну невозможно скажем так сначала иногда приходит вот мы подобрали перелет составьте программу экознательно это абсолютно нет но это это безумство да то есть вот вот мы прилетели в амазонию на два дня говорю а как же по мы же и туда не поедем и туда не поедем да то есть а смысл поставить галочку то что я был ну как бы это тоже не совсем правильно неправильно хотя есть такие безумцы которые вот как я вам изначально говорила которые там за две недели могут захотеть посмотреть четыре страны и когда ты спрашиваешь ну что это мы не помним где мы были но ничего такое тоже возможно вы можете выбираете ваш отдых так как вам нравится отдыхает так как вы хотите 14 дней 12 дней 21 день я ехать в паразию на карнавал побывать на таком празднике и ну и конечно съездить экскурсионную программ пляж на отдых все 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 это вы можете найти что-то еще мы не проговорили что-то нужно добавить я даже не знаю вроде мы обо всем обо всем друзья если у вас есть какие-то вопросы пишите обязательно в комментариях под этим видео возможно вы что-то хотите уточнить обязательно пишите мы с радостью нашим экспертом наталья антоненко эксперт компании дэм тревел мы ответим на все ваши вопросы спасибо большое что были сегодня у нас в студии мы ждем вас еще у нас у нас следующая экспертная беседа спасибо большая а